Когда столбики термометров достигают высоких отметок, возникает риск теплового удара. В аномально жарких условиях очень важно защитить питомцев. Причем в зоне риска не только собаки на выгуле, но и те, кто постоянно пребывает в душном помещении. Для последних и вовсе тепловой удар может закончиться летальным исходом. Уберечь своих любимцев от перегрева и помочь им перенести жару в комфортных условиях все-таки можно. Причем ряд рекомендаций будет универсален для любого вида питомцев. Самая, наверное, первая рекомендация в такую жару – это ни в коем случае животных не оставлять на солнце, не оставлять на прямых солнечных лучах, не оставлять на лоджии, которая нагревается намного быстрее, чем вся квартира. И, конечно, им обеспечить доступ в какие-то прохладные места. Если в квартире нет кондиционера, оставлять открытым санузел, потому что там всегда прохладнее. Также желательно, чтобы у животного в такую жару было много мисок с водой. А еще лучше наполнить тазик прохладной водой. Так животное сможет смочить лапы и умыться спасаясь от перегрева. Ветеринарные врачи отмечают, что плоскомордые породы собак и кошек хуже переносят жару из-за особенностей носоглотки, которые участвуют в терморегуляции животных. Бесшерстные любимцы тоже нуждаются в особом уходе при высоких температурах. Связано это с тем, что у длинношерстных и короткошерстных собратьев потеют только подушечки на лапах, а вот, например, у сфинксов и левкоев – все тело. Такие породы кошек в жаркую погоду стоит протирать влажной тканью и одевать в легкую светлую одежду, чтобы животное не обгорело. Однако купать в прохладной воде на постоянной основе в качестве меры от перегрева специалисты, впрочем, настоятельно не рекомендуют. Можно смазывать животному полотенцем голову, подмышки, чтобы его охладить. Нельзя ни в коем случае животное брать и поливать холодной водой или запихивать его в холодную воду. Просто от перепада температур может отказать сердце. Также очень классная штука – это мокрое полотенце, расстеленное на полу. Собака, кошка, да и любое другое домашнее животное с удовольствием на нем разляжется и будет охлаждаться. Собаки и кошки адаптированы к высоким температурам гораздо хуже, чем к низким. Именно поэтому нужно учитывать и время выгула. Ведь если температура воздуха плюс 30 градусов, асфальт раскален практически до 60. Во время такой прогулки животное может повредить подушечки лап. Отдельные рекомендации дают специалисты и автолюбителям, которые путешествуют со своими четвероногими друзьями. Очень многие животные гибнут, будучи оставлены в машине в такую погоду всего на несколько минут. Машина нагревается до огромных температур. И поэтому оставлять собак в автомобилях с неработающим кондиционером в такую погоду нельзя, даже если вы просто там буквально отошли на заправке кофе попить. Вялость, тошноту и отказ от еды в период пекла нужно расценивать прежде всего как тепловой удар. В этом случае питомцу нужно немедленно перенести в прохладное место и по возможности обратиться к ветеринару. Конечно, стоит смотреть, чтобы был доступ к воде обязательно. Причем собаки и кошки и другие животные в такую погоду очень любят разливать свои миски, чтобы устроить лужу, в которой лежать. Поэтому стоит следить, чтобы питьевая вода все равно стояла. А вот оставлять недоеденный корм больше, чем на четыре часа, не стоит. Лучше, если в жару четвероногого друга будет ждать свежая порция. Кроме того, все активности с питомцами лучше отложить до наступления прохлады. Игры и прогулки будут полезнее для вашего любимца, когда погода немного понизит градус в утренние часы или вечернее время. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».